175 шалтаев стоит дороже чем 125 болтаев, но дешевле чем 126 болтаев. Доказать, что на покупку трех шалтаев и одного болтаев их хватит одного рубля. Цена в копейках. Здесь. Ну, Y и X копейка выражаются. Значит, ну, сократим обе части. Теперь заметим, что у нас цена в копейках целая. То есть, если мы прибавим сюда по одной копейке, то у нас не нравится ставить так. Ну, а здесь высчитывается. Ну, тогда вместо одного рубля напишите 100. Потому что если вы начали все считать в копейках, то разумно написать вместо рубля 100 копеек. Вот это понятно все? Да, это правда. И домножаем обратно. Значит, получится. Ну, значит, отсюда получаем. Отсюда следует, что Y больше равно, чем 32. Y больше или равно, чем 32. Конечно. И подставим Y в это не равен. Ну, лучше в то, где 7X. Ну, вот это так. А прямо там напишите. 5Y плюс 1. Продолжайте. Больше или равно. Значит, чем? Везде сразу почитать 4025. Почему это так? Почему это? Чего? Четыре тысячи. Какие четыре тысячи? Ну, что? Надо 32 умножить на 5. Это 160. 161. 161. Икс число целое. Поэтому Икс не меньше, чем 23. Совершенно верно. Значит, X больше равно, чем 23. Ну, если мы... Просто 161 делить на 7, это 23. Икс число. Даже то, что целое было. 3X плюс Y. 3X плюс Y. 3X плюс Y. Значит, больше, чем 3, больше на 32, плюс 23. На 23. 3 на 23. Да. На 23 плюс 32. Значит, а это больше... А, это равно... 3 умножить на 23. 69. 69 плюс 32. 101. Ну что, отлично, отлично. Ребята, обратите внимание на важную идею. Вот в этом месте у нас была очень-очень важная идея. Часто в теории чисел приходится этим пользоваться. Не бывает натурального числа меньшего единицы. То есть, у вас, если есть неравенство, связывающее между собой целые числа, то обязательно разница будет не меньше единицы. То есть, не может быть, чтобы два целых числа были близки. И за счет этого довольно часто удается получать разное... ... ... ...